Друзья, всем привет! Сегодня, как обещал, я буду обсуждать почвопокровники, но в формате, наверное, таком, куда вот я их подсаживаю, для чего использую. Ну и вообще плюсы и минусы, нравится, не нравится. Внешне, сразу скажу, мне это очень нравится. Это классно, когда у тебя не просто дерево в горшке, но и что-то живое, низкое такое растет еще сверху на поверхности, вот так свисает красиво и создает дополнительную замечательную такую композицию. В данном случае у нас маленькая красула Хоббит, горшочек на 12 см в диаметре и вот такой вот седум дозефилум с нее свисает, все прекрасно, замечательно. Какой однозначный плюс? Однозначный плюс, что при такой посадке сложнее перелить растение. Казалось бы, седум дозефилум такой маленький, да, но у него длинные достаточно корни, но они не до дна горшка доходят, но наполовину, 100% доходят. У него они разветвленные, мочковатые, плотные, и со временем он образует такую дернину плотную, и его прям сложно даже выдернуть, ну, практически надо вытряхивать растение, чтобы это все удалить, если вдруг такая потребность возникла. Естественно, когда ты поливаешь грунт перевлажненный, да, в момент полива и там несколько дней после, то эта вода, она потребляется не только основным деревом, который растет в горшке, но и почупокровником. Особенно это хорошо работает, когда ты только пересадил дерево, например, большой какой-то контейнер, вот такой, дерево, небольшие корни, и велик риск того, что ты его перельешь. Сажаешь почупокровник, соответственно, потребление воды возрастает, и, в общем, растение развивается. И одно, и другое очень хорошо, плюс красиво выглядит, как я уже сказал. Со временем минус какой может образоваться, такой появится, да, что конкуренция начинается. Конкуренция начинается с запитания в грунте, удобрения расходуются, соответственно, больше, потому что почупокровник тоже, он очень активно растет, и порой его биомасса может быть превосходить даже основное растение, к которому он подсажен. Плюс со временем, если это проходит пару лет, то у него образуется очень плотная корневая система, сверху образуется прям дерн, очень плотный, что в совокупности с грунтом из глины может нарушать газообмен, ну или как-то его затруднять. То есть вода и воздух хуже проникают в грунт сверху, и этот момент нужно ловить, в этот момент нужно пересаживать растения, менять грунт, соответственно, удалять почупокровник и заново обновлять всю композицию. На самом деле это как бы достаточно позитивный момент, потому что пересадка всегда для всех растений, она, всегда это хорошо, всегда это желательно. Ну, не то что всегда, но по большей части, особенно там через пару лет. Если вы вдруг залили и прощелкали этот момент, а грунт у вас уже сверху спрессован, много корней, пронизан корнями, он переуплотнен, то тогда может сгнить и почупокровник, и ваше основное растение. Поэтому выбирайте сами. Конечно, в плане декоративности, опять же, дело вкуса, кому-то нравится вот, что это вот так свисает. Вот здесь уже, наверное, три года это дерево вместе с почупокровником существует. Кому-то больше нравится просто каменная какая-то отсыпка, либо крошка какая-то цветная, это дело вкуса. Но если просто с каменной отсыпкой мы всегда знаем, чего от этого ждать, и как бы, что у нас грунт не преуплотняется, из-за того, что там развивается множество еще корней других растений, да, не только нашего дерева, тогда с почупокровниками надо за этим всем наблюдать, и, в общем, тоже смотреть по их состоянию. И еще они могут сигнализировать о недостаточности полива, например, менять свой цвет, вять. Это тоже бывает сажают даже какие-то несуккулентные растения, какие-то сорняки сходят, то ли подсаживают что-то специальное с суккулентным деревьем, чтобы особенно новичкам мониторить полив. Но опытным любителям это не так критично, и в моем случае здесь только вопрос эстетики встает, ну и плюс какой-то экономии места, чтобы на черенке, может, что-то посадить, какую-то мелочишку еще к деревьям. Если честно, то я как бы люблю это дело, но в целом я не то что отказываюсь, но минимизирую такие посадки, потому что вот проходит несколько лет, здесь вот два года, наверное, прошло, и видно, что верхний слой грунта, он уже переуплотнен даже по почупокровнику, и где начинает просто откисать, отсыхать, потому что плотная корка. Не было присыпки, о которой я рассказывал до этого в ролике, можете полистать на канале, был ролик про присыпку и для чего она нужна. Соответственно, здесь и грунт подразмывается, и почупокровник даже начинает подсыхать, ему не хватает газообмен, потому что глина создает достаточно плотную корочку сверху. И основное дерево, оно, конечно, просто коряжка такая, она застриженная, в целом себя чувствует хорошо, но я знаю, как поливать, знаю, какие у меня условия, и, соответственно, мне с этим особо никаких проблем-то у меня и нет. Но для новичков, для вас этот момент должен быть важен, поэтому, в принципе, для меня лично предпочтительен вот такой вариант посадки, даже на вырост, я могу посадить небольшое растение, и просто использовать не почупокровник, а обычную каменную отсыпку из гравия, или какого-то другого материала. И в целом это с годами никак не меняется, внешний вид. Также все аккуратненько у себя вот выглядит, дерево хорошо развивается, и все замечательно сосуществует. Но, конечно, если ты сажаешь какую-то композицию, то оформить можно интереснее. И в целом, когда у тебя в коллекции есть и так, и сяк, и почупокровники, и не почупокровники, и камушки какие-то разные, это все просто разнообразит коллекцию. И поэтому, что, как сажать, можете выбирать уже сами, чисто ориентируясь на свой вкус. Еще со временем, как вы можете видеть, почупокровники все равно разрастаются, и начинают занимать новые территории, они могут осыпаться, листья, да, все равно задеваешь что-то, и они могут прорастать в других каких-то горшках, там, где ты этого вообще не планировал и не ждал. Поэтому тоже обращайте на это внимание. Вот здесь, с этим гелиусом, конечно, почупокровники создают свою неповторимую, уникальную какую-то атмосферу. Очень классно это все выглядит. Здесь мелкие грабитопиталы мерине, розочками, да, и седум дозефилум мейер. Ну, вот я люблю эти растения. Выглядит все это замечательно. Кто-то сажает, кстати, всякие крестовники. Мы сейчас пойдем, я вам покажу, как с крестовниками выглядит это место под растением, когда ты сажаешь крестовники. Но у меня это интересно выглядит, да, не то, как, в принципе, это должно было бы выглядеть. Вот в регатный желтый голум тоже, с почупокровником, с седум дозефилум мейером. Выглядит вполне себе интересненько. Здесь вот у меня уже то, что давно пора тоже перетряхнуть. Сильно не разросся тут седум рубротингтум. Соответственно, переплотняется верхний слой этого грунта, и все, в принципе, тормозит. Даже такой быстрый вид, как седум начинает тормозить. Поэтому обращайте на это внимание. Вот вам информация и пища к размышлению о том, что да как. А где-то просто попадают какие-то вот тоже эти очутки и начинают вот так неконтролируемо разрастаться. Здесь фикус. И это я не планировал делать, но оно, само собой, так получилось. Да, так тоже бывает. Это бомбокс, где тоже достаточно сильно уплотнен верхний слой, потому что седум разрастаясь, он как бы поливаешь. Камни подразмываются. Здесь засыпка не сильно правильная. Она мелковата, она сильно размывалась. И видно, как мощность с седумом тоже нарастает, образуя плотный дерн. Наверное, это было посажено пару лет назад, третий год этому всему ведерку. И видно, что он прям вот посажен, была розетка сюда, и он прям лучами расходится линиями в разные стороны. Образую вот такой вот дерн. Очень плотный. Но если я его буду дергать, он не выдернется, а просто оторвется кусочек седума с корешками. Его можно посадить, он укореняется, и все начинается заново. Сейчас пойдем, я покажу вам, а вот я отсюда вижу уже, куда нужно идти. Сейчас, наверное, пойду в другую сторону. Покажу, как почвопокровные крестовники выглядят. Вообще, у некоторых людей, у кого не так много растений, как у меня, и они посвящают каждому экземпляру больше времени, более внимательно относятся, у них с крестовниками получается интересная композиция, когда у тебя большое растение растет, и не обязательно это скулентное растение, а вокруг него вот эти шарики, зелененькие или цветные. Это у нас рыба. Они вегетарианцы, едят салат. Да, рыба, вы едите салат? Очень довольны. Не будем на них отвлекаться. А пойдем смотреть почвопокровные крестовники. В принципе, крестовники растут очень замечательно в подвесах, вот так, образуя вот такие косы, бусы, и создавая неповторимый антураж оранжереи. Хотя я стараюсь все равно их постригать, иначе они, кажется, что такое такие легенькие, изящные, да, такие вот воздушные эти бусы свисают, а на самом деле они весят прилично, и когда их много, они отрастают на метры больше, получается тяжелая штука, которая может и упасть. Поэтому тоже надо за этим следить. Так, мы пришли, куда я хотел. Здесь у меня варигатный крестовник Хэррей. И вот я не отрезал, не следил за тем, чтобы он распространялся только. Можно вот его закручивать вокруг, вот так, растения. Здесь у нас медиа варигатное красло Bluebird, которое тоже тормознуло, потому что грунт сверху без отсыпки, он подразмывался, газообмен, соответственно, замедлялся, и нужно бы это все перетряхнуть, это все убрать. Но выглядит это вот так достаточно, ну, как, если бы это был высокий какой-то горшок, было бы прикольно, что он свисал. Но я здесь чисто пробовал разные варианты, поэтому показываю вам, как вот есть. И, конечно, видно, что я просто воткнул, и потом никак за этим не особо не ухаживал, ну, кроме как полива, да. Толстанку, понятно, я постригал чуть-чуть. А крестовник я не наматывал вокруг нее, хотя вот он варигатненький, хорошенький, и заслуживает внимания, в принципе. И видно, что что-то я срезал, но вот старые уже побеги там какие-то на старых участках отсыхают листья, это как бы тоже нормально, он так и развивается. Здесь у нас вот грэптопитал мерине тоже, и седум дозефилум минер. И тоже видно, что грунт переуплотнен, образуется корка, и все, оно замедляется, потому что и грэптопитал он такой медленный получается, плотный, но красивый при этом, да. И седум весь такой очень плотный, засушенный. Ну, и толстанка, соответственно, не то что тормозит, да, на самом деле, чего это он там тормозит, и, соответственно, нужно уже все это дело брать и перетряхивать. Здесь же у нас вот классический седум дозефилум, тоже вокруг медиаврегатной птицы, вот он такой фиолетовый, и, конечно же, здесь получается, что и газообмен затруднен, и переуплотненный грунт, и получается, вот он на этой корке прямо растет, и, соответственно, тогда на солнце имеет вот такой замечательный фиолетовый цвет. Естественно, это очень круто выглядит, но основное растение развивается медленнее, да и сама эта композишн уже вот три года как формируется. Всем хороши эти пачпокровники, я говорю, только вот, ну, во-первых, виды можно разные подобрать, но вот этот седум, он очень хрупкий, стоит вот так вот сделать, и листья осыпаются, это очень хрупкая красота. Я вот это сделал, чтобы только вам это показать, поэтому его можно даже взять просто и листьями посеять, и он из этих листьев совершенно прекрасно нарастает, и получается за несколько лет вот такая фиолетовая штучка. И, конечно, бы, наверное, просто мне не получится отсюда вырезать краслу, мне жалко, естественно, потому что это ценный вид и достаточно крупный экземпляр. А так бы ее аккуратно выкопать, а этот горшок только этому очутку отдать, потому что он кажется маленький, да, но у него корешки, ну, точно тут сантиметров по 7 в длину есть. Выглядит вот так неплохо. Вот что, покровники, это, в общем, на любителя истории, на самом деле, бывают комбинации. Вот здесь у меня красула, забыл, какая растет вместе с седумом, дозефиломом, минером. Вот так все это плотно. Но видно, что основное растение, хоть это и прививка, оно развивается медленнее. Поэтому, конечно, для меня предпочтительней просто сажать с дренажом, с верхним или с присыпкой из камушков. Мне это как-то в плане растения больше заходит для выращивания и можно дольше с этим не заморачиваться, не пересаживать. Там прошло два года, ну и бог с ним пройдет, еще два, и оно все прекрасно растет и развивается. Вот здесь у нас тоже крестовники, вот такие косы, вот длинные свисают, и уже непонятно, что ты посадил, либо крестовник и к ним украсывал, либо крестовник, и вокруг был крестовник. Здесь у нас тоже вот красула, пожалуйста, развивается прекрасно, цветет, все хорошо, но толстянка не очень себя хорошо чувствует, потому что, я говорю, это зернина, она нарушает газообмен. Ну и эти растения стояли еще на улице, надо к тому сказать, в том году. И их дождик прекрасно размывал верхний слой. Монантес тут у нас, пожалуйста, он развивается, очень медленно выглядит, как в природе. И в целом-то, конечно, это надо все перебрать, вот еще и пересадить, отделить одно от другого. Здесь у нас все замечательно, прекрасный леголаз развивается, все с ним хорошо. Так же, как почвопокровник, у нас здесь взошла сосна. Вот она, сосна. Потому что тоже растение, жил на улице, ну и в теплице будут какие-то семена залетают. Вот тут седом дозефилумеер, но я его тут жестко выдирал, вырезал, и он заново сформировал вот такой молодой прирост. В принципе, выглядит, конечно, лучше, чем просто какой-то открытый грунт, но не так аккуратно, когда у тебя присыпана поверхность грунта камушками, вот как в этом случае. В моем случае при поливе из душа однозначно камушки это самый оптимальный вариант, потому что ничего не размывается, ничего не трамбуется, все прекрасно растет, растения довольны, все дышат, все по фэн-шуй. Поэтому использовать какие-то почвопокровники или не использовать, сами смотрите, пробуйте обязательно, потому что в каких-то композициях это очень уместно и очень красиво смотрится. А в плане там выращивания, конечно, разгонки растения, здесь, наверное, они будут не очень уместны. Вот такие вот вам наблюдения, надеюсь, полезны. Всем пока!